МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это День города в студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Реальные мироподдержки губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил о создании межрегионального центра импортозамещения. По стопам Папы Карла, как в условиях санкций, развивает свой небольшой бизнес рязанские предприниматели. Чистим, моем, красим. Дирекция благоустройства выпустила на улицу Рязани универсальную машину. О создании в Рязани межрегиональной ассоциации центров импортозамещения и кооперации заявил сегодня губернатор Николай Любимов на практической сессии по федеральным и региональным мерам поддержки местного бизнеса. Губернатор уточнил, что готов лично говорить с губернаторами соседних и не только регионов для быстрой коммуникации. В условиях экономической войны, развязанной коллективным Западом, поиск внутренних резервов и наработанных практик ключевой фактор развития экономики. Опыт работы с бизнесом у Рязанской области один из передовых. Метод работает. В пандемию это было особенно заметно. Поэтому область готова взять на себя роль лидера. Создание межрегиональной ассоциации центров импортозамещения и кооперации инициатива, которая нужна сегодня всем регионам. На практике мы предлагаем создать на базе нашего реестра, который ведется уже почти месяц, единую базу данных по предприятиям всех соседних с нами регионов. Это не только ЦФО, это и Поволжский федеральный округ. В ней аккумулировать все потребности в сырье, в комплектующих, в логистических решениях. А также размещать отвечающие на эти запросы предложения от партнеров. Основные предложения рязанских бизнесменов, около сотни, уже стали основой для пакета федеральных мер поддержки. Например, фиксация валютного курса таможенных платежей или упрощение доступа малому и среднему бизнесу к льготным кредитам. Конкретные цифры озвучил министр экономического развития региона. Ставки от 13,5 до 15% годовых. Кредиты будут выдаваться на оборотные цели на срок до одного года, на инвестиционные на срок до пяти лет. Планируется изменение условий по программе ФОД 3.0 в части предоставления отсрочки по имплате процентов и повозвратливого основного долга по кредитам. Оборотные средства в условиях санкций – жизненно важная составляющая российского бизнеса в любой отрасли. Учитывая особенности Рязанской области, свои приоритеты региональная власть уже составила. «Первое, конечно, это относится к продовольственной безопасности. Это, конечно, сельхозпроизводство, сельское хозяйство. Мы должны обеспечить бесперебойную работу, хороший урожай, хороший надой, ну то есть все то, чем занимается наша АПК. Второе, это, конечно, промышленность, оборонной промышленность занимается по преимуществу федеральных, конечно, центров, но тем не менее наша помощь им тоже нужна во многих вопросах. Третье, это те отрасли, которые зависят от импорта очень сильно. У нас много таких предприятий, прямо скажу, это в первую очередь предприятия радиоэлектронной промышленности. Вот они реально могут испытывать очень большие трудности из-за ограничения импорта комплектующих». Несмотря на именно такие ориентиры Центра импортозамещения, а Николай Любимов уже анонсировал деловые поездки в Индию и Китай, остальные отрасли в накладе не будут. У туризма в этом смысле сегодня есть все шансы занять пустующую нишу и сделать Рязань самым привлекательным местом отдыха. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Кому точно не помешает сегодня мир поддержки, так это предприятие малого бизнеса. О том, что санкции «Время для новых возможностей» ежедневно доказывает небольшая мебельная мастерская Василия Пронина. Сегодня он готов выполнить любой творческий проект. Этого человека вы уже видели в наших эфирах, но в другом амплуа. Василий Пронин 10 лет отслужил в госавтоинспекции во имя безопасности дорожного движения. Жизнь его начала меняться, когда однажды он решил сделать детскую кроватку для своего ребенка. Сам. Ну, началось, наверное, как и у многих, с мечты какой-то. Просто хотел заниматься деревом, при этом, ну, соответственно, специализированного образования не было. Взял у друга гараж, просто так он мне его отдал, какой-то маленький совершенно, купил какой-то маленький станок, и все началось с того, что я начал делать разделочные доски. Просто в подарок, там, просто кому-то как-то где-то. И все как-то переслал в то, что нужно кроватки делать своим детям в первую очередь. Вот сделал своим детям кроватки. И вот с этого началась как раз вот вся вот эта эпопея с детской мебелью. Почти каждый день после службы Василий ехал в гараж заниматься деревом. И однажды понял, что пора выбирать. Рискнул. И сегодня он востребованный предприниматель, мастер, который изготовит любой эксклюзивный проект по желанию и возможностям заказчика. Размер и дизайн материал на любой вкус и кошелек. Кстати, в этом году он стал победителем конкурса «Молодой предприниматель». Составил бизнес-план, все документы собрал, все условия выполнил. И потом поступил звонок. Я, если честно, не особенно на это надеялся, не особенно ожидал как-то. Вот поступил звонок и Василий Евгеньевич, вы выиграли значит этот конкурс. И все. Дальше уже заказывал оборудование. Тут два оборудования пришло. Одно еще не пришло. Ну, в соответствии с последними событиями. Но ждем. Должно все-таки тоже подойти. Сейчас производство постепенно расширяется. Кроме детской мебели, в мастерской Василия можно заказать взрослые кровати, столешницы, полки и по-прежнему разделочные доски, с которых все начиналось. В своем производстве мы используем максимально экологичные материалы. Это натуральное дерево, березовая фанера, МДФ. Изготавливаем как свои модели, так и модели по проектам наших заказчиков. Историю работы мебельной студии Василия Пронина вы можете увидеть в пятницу в программе «Городские встречи» на сайте нашей телекомпании и в эфире. Сразу после итогового выпуска новостей. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». В Скопине открылось новое импортозамещающее предприятие. Филиал по выпуску ударных музыкальных инструментов. Здесь будут создавать ксилофоны, маримбы, колокольчики. Все производство организовано из российских материалов. Эта компания производит уникальное для нашей страны музыкальное оборудование, которое приобретает учебные заведения, коллективы и учреждения культуры не только в Рязанской области. Ксилофоны, маримбы и колокольчики. В Скопине открылась фабрика, производящая музыкальные инструменты. Программа импортозамещения позволила расширить производство, которое существует уже 40 лет в Москве. Это настоящее семейное дело отца и сына Рахмановых. Теперь есть филиал и в Рязанской области. Для начала здесь открылось три цеха, на которых трудится 20 человек. Мы прошлись по его фабрике и увидели, что большинство технологических процессов на заводе разработано непосредственно самим Алексеем. Собственно, здесь много производственных инструментов, того, чего нет на других фабриках в целом. И так, наша задача ассоциации – это развитие российского производства. Мы увидели в производстве Алексея одну из точек роста для нашего производства этих глобальных, которых не хватало. За три года компания «Форта» поставила 770 ксилофонов в школы искусств из 76 регионов России. Комплектующие и сырье отечественные, что позволяет изготовить инструменты от начала и до конца. В наше такое сложное время, которое мы сегодня все переживаем и сплачиваемся все вместе, вот это событие особую значимость приобретает. Это говорит о том, что у нашей страны, у нашего региона впереди светлое и позитивное будущее. Будущее, которое мы обязываемся с вами обеспечить нашим детям, нашим семьям. Огромное спасибо руководителю фабрики за то, что выбрали Скопин и Лизанскую область и организовали здесь такое замечательное производство. В открывшемся в Скопине филиале «Форта» будут производить ксилофоны по индивидуальным заказам. В планах расширение ассортимента новыми моделями вибрафонов, трубчатых колоколов или тавров. Скопин славится своими ремесленниками. И отныне у здешних умельцев появилась возможность познать новое дело, которое четыре десятка лет оттачивали на производстве Рахмановых. У нас есть помещение, которое мы можем освоить в дальнейшем и делать другие клавиши и ударные инструменты. Так как мы изначально делали инструменты в гараже, и там повышенная влажность по-любому, и, соответственно, тогда я не мог использовать дерево для клавиш, но сейчас имею вот это помещение, где на втором этаже по-любому влажность необходимая, нужная для производства именно этих клавиатур дерева из дерева, мы можем спокойно и здесь заняться этим вопросом, чем мы будем заниматься в ближайшее время. Программа импортозамещения сегодня активно реализуется. В частности, наш регион открыт к новому. И филиал в Скопине тому яркий пример. С наступлением тепла стартовала и весенняя уборка рязанских улиц. На улицы города вышла специальная техника для расчистки от пыли и грязи. В привычном ряду машин на Московском шоссе сегодня не самая обычная техника. Это авто с навесным помывочным оборудованием. Задача – очистка разделительных ограждений от пыли и грязи. В основном это то, что касается наших мостов, где у нас есть эти барьерные ограждения. Это Московское шоссе, барьерные ограждения от торгового дома «Барс» до автовокзала. Затем приступим к ручной мойке керхером. Ограждения декоративного, которые от автовокзала до путепровода в Приокске. Ну и, соответственно, все ограждения, которые будут ограждением пешеходных переходов, которые у нас на территории города Рязань. Уже помыты разделительные ограждения в поселке Строитель и на мосту на улице Солнечной. Машина работает днем, пока погода плюсовая. Параллельно с техникой на улицы города вышли и специалисты. Они моют пешеходные переходы. За день помыты пешеходные ограждения на участке от площади Театральной до Первомайского проспекта. В сутки работают по 20 человек, считая водителей, механизаторов и сотрудников с керхером. В дальнейшем где-то будет подкраска ограждений тех, которые сопряжены с нашими структуарами. Далее перейдем к покраске бордюрного камня. Сейчас вот как раз все отмоем, посмотрим, проведем дефектовку, посмотрим, где необходимо покрасить. Где-то необходимо, если заменить ограждение, мы его будем, соответственно, менять. Но это уже будет в процессе того, когда, после того, как мы все это дело отмоем. Сейчас специалисты дирекции благоустройства города работают регулярно, очищая заграждения от скопившейся пыли. И темпы обещают только наращивать. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. Для Людмилы Дунаевой народное искусство служило неисчерпаемым источником вдохновения на протяжении всего творческого пути. Яркие декоративные натюрморты с глиной игрушкой, набивными платками и шалями, расписным дулевским, конаковским и кжельским фарфором стали своеобразной визитной карточкой художника. 24 марта в Рязанском государственном областном художественном музее имени Пожалостина открылась выставка работ рязанского художника. Людмила называла себя художником радости, несмотря на то, что ее путь в искусстве был тернист. Интуитивные поиски собственного художественного языка не всегда встречали понимание, сопровождались внутренними кризисами и сомнениями в выбранном пути. В периоды душевных смятений она черпала силы в народном искусстве, вдохновлялась безграничной фантазией и свободой народных мастеров. Людмила Дунаева – один из самых ярких и талантливых художников конца XX века. К сожалению, ее уже больше 20 лет нет с нами. То, что осталось от художника, тот след, тот свет, который она несла, я думаю, что будет жить вечно. Тем более, что произведения Людмилы Павловны, которые хранятся в художественном музее, мы всегда говорим, что произведение, которое попадает в музей, попадает в вечность. В экспозицию выставки вошло около четырех десятков произведений разных лет. Ранние камерные натюрморты, торжественные композиции периода первого успеха и признания, а также поздние, более легкие и графичные в исполнении полотна. Помимо натюрмортов, мотивы народного искусства присутствуют в ряде портретов. К этой картине не я, а моя племянница, любимая Танюшка, причастна. Людмила дарила ей кисточки и с ней общалась, но она была несколько молчалива, Людмила. А вот Танюшка ей рассказывала самые любимые свои сказки. Однажды рассказала про доброго льва, как мне после поведала Людмила. Сказочно-фольклорная поэтика народного творчества не раз возвращала Людмилу к образам райской птицы-сирен, жар-птицы, птиц-оберегов русского севера. Полет волшебной птицы воплотил мечту художника о светлом и прекрасном мире. Поэтому по сей день творчество Людмилы Дунаевой продолжает окрылять зрителей, даря им радость и вселяя надежду. Марина Романюк, Михаил Лазуткин. Телекомпания «Город». Еще больше новостей на нашем сайте www.город62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова